Здравствуйте, уважаемые любители шахмат. Мы начинаем очередной рассказ о наиболее интересных шахматных событиях. На этот раз речь пойдет о супертурнире. Супертурнире, который проходит в Бухаресте. Почему это супертурнир? Ну, потому что, за исключением Магмуса, Карсена, Яна Непомнящего, ну и, может быть, еще отдельных немногих трассмейстеров планеты, на этом классическом очном соревновании выступает большинство сильнейших, а именно Фабиана Каруана, Ливона Родян, Ани Жгири, Александр Ищук, Весле Соу, Шахриар Мамедьяров, Таймур Раджабов, Максим Вашьелограф, ну а также два хозяина поля, а именно пятикратный чемпион страны Константин Лупулеску и Богдан Даниэл Дяг. Молодой 20-летний шахматист, который был включен в соревнования буквально в последний момент, так как выяснилось, что не смог доехать, не смог, ну, я не знаю, нашу коронавирусную эпоху, это может быть и висено уймы различных обстоятельств, так вот, не смог приехать Ричард Рапот, известный и все еще достаточно молодой венгерский кроссмистер. И вот любопытно, что по неписанному шахматному закону шахматист, который включается в турнир последним, ну он, если и не занимает первое место, ведь трудно предположить, что титульный аутсайдер, 20-летний хозяин поля, у которого рейтинг заметно ниже, чем у остальных, сможет бороться за первое место, но возбудительное спокойствие такой шахматист очень часто становится. И для того, чтобы проиллюстрировать сказанное, давайте посмотрим, как проходила партия первого тура между Богданом Даниэлом Дяком и Анишем Гири, то есть одним из сильнейших кроссмейстеров мира, который, ну, почти на равных боролся за победу на турнире претендентов с нашим Яном Непомнящим. Итак, напомню, напомню, что игра идет не то чтобы в классические шахматы, но все-таки в медленные очные шахматы с фидерским контролем, то есть по полтора часа на первые 40 ходов с автоматическим давлением 30 секунд, а затем идет добавка. Добавка 30-минутная до конца партии, то есть, конечно, контроль сильно ускоренный, но все-таки очный турнир, все-таки это не блиц, не рапид, поэтому к решениям, которые принимаются гроссмейстеры, можно относиться с достаточно степенью серьезности. Итак, Богдан Даниэль Дяк в первой партии, играя против Аниши Гири, сделал ход с Д2 на Д4, на что последовало Д5, С4, С6, конь С3, конь Ф6, конь Ф6 и Е6. Ну, что можно сказать по этому поводу? То есть, понятно, что встречаясь с титульным аутсайдером, конечно же, Аниши Гири, даже черными фигурами, должен был попытаться, это естественная логика фаворита, одного из фаворитов, обыграть его. Казалось, что вот в этом турнире, в котором принимают в части 10 крассмейстеров, 8 это мэтры, которые очень уважают друг друга, очень хорошо и давно играют в шахматы, а двое, ну, непонятные ребята, которых надо по мере возможности, даже при малейшей возможности, обыграть, попытаться обыграть. Ну, здесь можно было бы сыграть, конечно, Дяку Е2-Е3, но он идет на В, он делает ход с Рун-Ж5, ну, поднимая брошенную перчатку, после А6 он еще не бьет на Ф6, тогда, конечно, никакой перчатки не могло бы быть и речи, и белые просто боролись за, претендовали на минимальный плюс, но он наступает на А4, ДЦ, московская система, в которой игра идет на три результата. То есть, чем закончится, если вот пойдет такой стык победой белых, победой черных или ничей, непонятно. Причем, я думаю, что ничья наименее вероятна из этих трех исходов. В большинстве партий, во всяком случае, большинство партий заканчивалось результативно. Е2-Е4, то есть белые захватывают центр, но черные получают право сохранить за собой лишнюю пешку на С4. С4-Е4, Ж5 в начале, отступление, Б5, слон Е2, слон Б7, ферзь С2 и конь Х5. То есть, ферзь С2 сделан ход для того, чтобы пешка Е4 была защищена, чтобы не опасаться хода Б4 с последующим взятием на Е4, все логично. Ход конь Х5, чтобы разменять белого слона на Ж3. Ну и главным ходом здесь очень много копий полобано, анализы большие, партий уйма. Так вот, эти партии начинались с ходом слон Е5, и я не буду вообще ничего, кроме того, что констатировал это обстоятельство, вам сообщать. А Могдан Даниэл Дюк делает ход ладья Д1. То есть, ход довольно естественный, вроде бы, защищает он пешку Д4. Белые подумывают, может быть, при случае о ходе Д4-Д5, но пока что главная их задача избыточнее защитить эту пешку, чтобы ее нельзя было после Ж4 взять ферзем. Черный, разумеется, радостно, но не знаю, с какой степенью радостности, взял на Ж3, а не ж гири этого слона, но он разменял важного чернопольного слона белых за своего коня. Это достижение. Ну и здесь вот можно, например, было играть А6. Видимо, ход не оптимальный, но служащий внимания вообще. Но для того, чтобы какие-то мнения высказывать, тем более с претензией на минимальную компетентность, надо проделать большие анализы в этом дебюте. Я таких анализов никогда не производил. Ну, в те годы, когда я активно играл, этот дебют вообще практически не значился на теоретической карте шахматного мира. Ну, а кроме того, уж очень сложные варианты. Действительно, если вы собираетесь играть их или опровергать их белыми, как, например, пытался одно время, ну, не одно время, а готовясь к матчу против Ишиананда, сделать, поступить Владимир Крамник, и сразу скажем, что ничего хорошего у него не получилось, хотя подготовка у Владимира Крамника была против Ишиананда, тогда проведена гигантская. Но это отдельный разговор. Так вот, в случае А6 белые могут сыграть Д5, сразу прорваться в центре, завязать вот такую непонятную игру. Вроде бы лучший ход здесь отступления ферзем, иначе там начнется жуткая атака по центру. Ну, ракировка, например, и вот что-то такое начинается. У белых довольно сильная атака. Опять же, сколь, чем она закончится, или закончилась бы в этом случае, я сказать не могу. Ход коня А6, это ход, который быстро сделал Аниш Гири. И все-таки ход ладья, ответ белых, ладья Д1, место слон Е5. Это одно из возможных продолжений, разветвлений. А вот дальше начинаются веливопытные события. То есть белые, например, могут сыграть король Ф1. Вот странный такой ход. Почему? Потому что ладья по Линяшу уже работает, Линяш открытый для этой ладьи. Короля в целом ряде вариантов нужно куда-то убрать. У черных пока нет таких безупречных во всех отношениях возможностей развиться. Ну, вот так играть можно. Ход А2, А3 делает Дяк. Для того, чтобы взять под контроль поле Б4, чтобы сюда не выпрыгнул ни конь, ни слон. Но, наверное, в этом основной смысл хода. Б4, ответы черных, белые не опасаются. Потому что игра идет не в пешке, а в шахматы. То есть Б4, ну там на С4 ослаблен. Вся структура черных, ради которой они пошли на большие позиционные уступки. Правда, обрели материальную. Материальное достижение, лишнюю пешку. Ну вот ход Б4 все это разваливает. Слон Ж7. Все логично. Е4, Е5. Снова все логично, поскольку белый конь устремляется через Е4 на Д6. Это очевидный план. Черные могли бы сыграть, например, Ферзь Б6. Я не буду, опять же, вдаваться в подробности. В чем недостаток кода Ферзь Б6? То, что он не контролирует поле Д6. Это понятно. Ну и там С5. Например, там конь Д6. Отступление. Белому коню, несмотря на то, что он закаспарен, вот прошел на поле Д6, выглядит, смотрит в свою позицию здесь грозно. Но атаки он способствовать реальной белых не может, а черный слон очень сильный. Белопольный он открылся, поэтому его лучше разменять. Вот такой, например, вариант. Рекировка. И начинается сложная игра, в которой, видимо, у черных неплохие перспективы, но вопрос сложный. Я подозреваю, что вот до сих пор, конечно же, ну, Аниш Гири руководствовался своими какими-то, если не тщательными, глубокими домашними анализами, то какими-то наметками и прикидками. Он делает ход Ферзь Е7. Белый конь, разумеется, скачет на поле Е4, устремляясь на Д6. Длинная рекировка. Я хотел сказать, ладья Д8, но разумеется, длинная рекировка. Но белые могли сыграть Б3, например, вот. И не торопиться с ходом конь Д6, попытаться вскрыть что-то такое на ферзьевом фланге. Но это, видимо, не оптимальное решение. То есть, конечно, более натурально выглядят не вот такие вот ходы, которые рассматривают в числе прочих компьютеры в качестве одного из главных возможных продолжений за белых, а сразу дать шаг, поскольку на этот шаг, ну, черные фактически обязаны жертвовать качество. Правда, много за него получают. Две пешки плюс хорошую структуру и так далее. Но вот после того, как эти ходы были сделаны, следует длинная рекировка. И вот здесь, я подозреваю, уже Аниш Гири руководствовался не какими-то своими наметками. То есть, он доверился оценке компьютеров, отчасти хотя бы, какие-то анализы у него могли быть. Он доверился оценке компьютеров, если у черных все в порядке. И на глазок видно, что, в общем, после вот рекировки белых, ну что, атака у белых есть? Не видно этой атаки. Структура у черных хорошая? Хорошая. У них два слона, а у белых только один слон. Правда, у белых лишние качества, у черных две пешки. То есть, по ощущению, у черных не может быть нехорошо. Ну вот белые, то есть не белые, а черные, могли сыграть конь С7. Может быть, отход был лучше. Не торопиться, не суетиться. Просто переводить коня, ну и другие фигуры, на оптимальные позиции. Скажем, там конь Е5, ладья Ф8, не забирая на Е5. Белые позиционно пожертвовали пешку ради вскрытия игры. Ну и того, чтобы лишить соперника важного чернопольного слона. Ладья Ф8 позволяет избежать этого размена. Защищая пешку Ф7, скажем, А4, там как-то А6, Б3. Примерно вот такая игра начинается. Ф6, конь Ж6, ладья Д8. Я показываю все это просто для того, чтобы продемонстрировать, сколь богаты внутренние возможности позиции. Даже при такой вот неторопливой игре типа ладья Е1. Конь Ж6 зачем-то ушел куда-то в сторону. Там вроде бы он может попасть в опасность. На самом деле, атаковать этого коня за конечное время черные никак не могут. Нужно для этого перевести ферзя то ли на Е8, то ли на Ф7. А можно белым ответ на это слон А5, например, ответить, защитить коня. То есть, конь стоит на Ж6 и немножко действует на черном на нервы. И позиция сложна. И может быть, она у белых чуточку лучше. Вот. То есть, конь С7 был ход логичный. И я подозреваю, что Богдан, Даниэл, Дюк, нет, тяг, все это более-менее прикидывал, изучал, я уж не знаю. То есть, его готовность дебютная к такому развитию событий была выше, чем у Аниши Гири. Но Аниши Гири сыграл в Ж4, поскольку он этим кодом вынуждает белых, фактически, практически, как угодно, сделать ход конь Е5, который в ряде случаев заслужил внимание, и теперь он бьет на Е5. Вот можно ли было сыграть Ф5? Код кажется странным и невозможным. И на первый взгляд, вообще, вот, видя конь Ф7, ну, сразу отвергаешь подобного рода возможность. Но оказывается, что конь Ф7 неудачное решение за белых, потому что после ферзь Д5 и взятия на Аш8 очень ослабляется, точнее сказать, у черных появляются прекрасные перспективы для создания матовых угроз на поле Ж2 по диагонали. Правда. Следует отметить. Вот черные уже, пожалуй, фактически отдают два качества. Если они сберут на Аш8 сразу, они фактически будут играть без двух качеств. Правда, за какое число пешек? Ну, не такое большое. Всего лишь за две пешки. Хочется сыграть С5, и все здорово. Вроде впечатление такое. А на самом деле, ход С5 здесь явился для черных серьезнейшей и роковой ошибкой, потому что белые просто выигрывают. Делая не ход Ф3 плохой, тогда у черных все здорово, а слон Ф3. Закрывает таким образом диагональ, закупоривает ценой слона, но конь оживает. Он устремляется на поля или Е7, куда он хочет дать шаг, или на Ф4 согнать ферзя. Ну, отступать надо, и конь Е7 серьезная угроза. ДЦ, белые ладью уже включают, конь атакован, например, конь Ф4. Я примерный вариант показываю, чтобы просто понятно было, что у белых здесь хорошо. Ну, например, взятие на Ж2. Ну, что-то делать надо. Белые угрожают просто взять на Ф3. А тут белые могут поддать пешку, несмотря на то, что ослабляют короля и так далее, и устремиться в решающую атаку вот такую. Показываю красивенькие варианты такие, чтобы проиллюстрировать, что на самом деле скрытый такой потенциал атакующий белых фигур очень велик. Если конь Е6, тогда ладья бьет Е6. Но и в главном варианте можно играть все черных по-другому, но и эти самые другие ходы не помогают, не спасают. Ну, даже если бы черный король ферзь через А5 прошел бы на А1 ценой развала всего на свете, тогда короля в 2 и мата никакого нет. Просто обращаю ваше внимание. Так вот, а здесь ферзь Д8, шах, ну и уже белые вроде без материала, на самом деле просто ставят мат. Ну, главный вариант. Другие варианты аналогичны. Если король С6, то сразу мат. Бить на 7 нелепо. А тут шах. Если король А5, тогда шах и мат вот отсюда. А если король Б6, то шах и мат с А7. То есть это все иллюстрации того, почему у белых сильна атака, почему нельзя взять на Е6. Нужно играть, слон бьет Д1, лучший ход. Тогда конь бьет Ж7. Черный ферзь атакованный конем и ладьей с Е1. Черный слон на Д1 висит. Но можно сыграть конь Е4. Тогда четче всего ферзь Д5. Хотя я сейчас смотрю. Да можно и на Е8 забрать. А потом на взятие на Д2 взять на Д1. Короче говоря, здесь белые выигрывают атак и сяк. Здесь вот выигрывают форсированный ферзь А8. Иными словами, ход С5 в этом варианте, а мы смотрим не основное развитие партии, а вариант, но это важно понять, важно проиллюстрировать, чтобы просто убедиться в том, что действительно, ну, во-первых, позиция очень сложна. А, во-вторых, у белых свои плюсы, причем и у черных свои плюсы. Мы сейчас увидим. Вот вместо хода С5, на что слон Ф3 выигрывает фактически, можно сыграть слон Ф8. И здесь не хватает у черных качества за две пешки, но фигуры их очень хороши. На Д4 слабость, которую не удержать, и диагональ вот-вот скроется после хода С6-С5. То есть для того, чтобы не было хода С6-С5, а затем СД с образованием могучей такой, своры черных пешек, армады по центру, три пешки за два качества, и у черных лучше. Все фигуры великолепны, а белые просто жмутся канатом. Так вот надо сыграть Ф3. Теперь ход С5 невозможен из-за ДЦ. Нужно поэтому слон Б4 играть. Король отступает. Скажем, теперь С5, чтобы защитить избыточно слона. Ферзь Д2 атакует пешку А6. У белых свои плюсы. Пешку защитить невозможно, можно только и пойти вперед. Белые пытаются ее уничтожить. Показываю примерный вариант. Черный подтягивает коня на хорошую, сильную центральную позицию, пользуясь тем, что пешка С3 уйти не может, так как там, если ФЖ или что-то такое, то Ферзь Беже 2 мат. Черные держат так плотно соперника за воротничок, или там за кого-то, не знаю, за какие-то нехорошие, ну ладно, части организма. Вот А4, А6, скажем, примерный вариант, опять же, АБ, АБ. Ладья А1, пытаясь активизировать свою ладью. Ферзь Е5, позиция сложна, неоднозначно, у черных неплохо. Например, ладья А7, пытаясь создать, ну, создавая угрозу реально, ладья Б7 и взятие на Д7, что-то черным надо делать. Они ответом Ферзь Е7 защищают своего коня, парируют угрозу ладья Б7, создают угрозу, две угрозы сразу, маты белому королю с полей А6 и А7. То есть срок поля Ж1, это контролируется с родом из Д4, например, Ферзь Х5, закрывая линию Аш. Теперь король Б6, ну, скажем, ладья А1, слот бьет Б2, ну, и у черных лучше. Вот в этом варианте, длинном, необязательном, но все-таки правдоподобном, невзятом с потолка совсем. У черных лучше, потому что у них три связанные проходные пешки на Ферзьевом фланге, у них великолепные слоны, ну, двух качеств не хватает, но пешки сильные, у черных лучше. То есть это к вопросу о ходе конь бьет Ф7 здесь. Но в этом варианте необязательно играть конь Ф7, можно было бы сыграть ладья Е1. Теперь если конь С7, тогда конь Ф7, и здесь это уже в пользу белых. Это гораздо лучшая редакция для белых. И слон Ф1 может сделать ход, там на всякие попытки атаковать пешку Ж2, ну и ладья на Е1 стоит. Неплохо. Лучший ход здесь ладья Ж8, темпарируя угрозу вилки, тогда Б3, скорее всего, взятие, взятие, и начинается вот такая сложнейшая и непонятная игра. Снова повторюсь, что две пешки у черных за одно качество, а не за два, но у белых очень активные фигуры, с караном конь С7, ну там слон Д3 как-то, у белых, видимо, получше. Вот такая игра могла возникнуть после сильнейшего хода Ф5. А Аниш Гири, ну, я думаю, что встречаясь в первом туре с таким соперником, как Гогдан Даниил Дяк, он его недооценил. Молодой мальчик, двадцатилетний, ну, Аниш, конечно, в 20 лет тоже великолепно играл, сейчас он тоже, это понятно, но все равно, когда вы каким-то относительно незнакомым или малознакомым шахматистом встречаетесь, а сами вы такой мэтр, то волей-неволей недооценка, какое-то ощущение такое закрадывается в вашу душу. И вот он сыграл салонбитые 5, Аниш Гири, взятие, взятие, у черных уже что? Три пешки. Да, у черных три пешки за качество. Белые могли сыграть ладья Е1. Вот этот ход просится, но ход от салонбитых Ж4 был более естественный, сделан, две пешки у черных за качество. Ну, Аж 5, то есть Аниш, ну, пожалуйста, гони меня, это чисто такое ощущение интуитивное. И Аж 4 сыграл Аниш Гири, видимо, серьезная ошибка, надо было сыграть Конья 5. С лучше, там ладья Е3 можно сыграть, можно сыграть Б4 на конь С5, кстати, такой странный ход сделать вот на конь С5, Б4, пользуясь тем, что нельзя взять на проходе подвесен конь. И Б4, видимо, ход правильный. Ну, Аж 4 сыграл здесь, видимо, не совсем лучшее, хотелось сказать, решение, не самое лучшее решение. Принято Аниш Гири, Б3 теперь, вскрытие, то есть белые допускают то, что кажется, что они не имеют права допустить. Удар на начале на Б3, потом на Ж3, белый король открывается, на него можно вести какую-то атаку, а атака-то не очень-то идет. Правда, ход Ферзь Ж5 может быть получше был, чем Ферзь Ж7, то продолжение, которое предпочел всем остальным Аниш Гири, тогда Ферзь Б2, скорее всего. Зачем Ферзь Б2? Чтобы взять под контроль очень важные для белых пункты. Это выяснится в ближайшее время. Ну, заодно, какие-то угрозы Ферзь С5, угрозы или не угрозы? Ну, вот Ладья Ж8, если Ферзь С5, то белый отступает, скорее всего, отступает на поле Ж1, Ф1, извиняюсь, и не опасается шаха с Х1. То есть, понять, что вот так играть можно, это очень трудно, но может С4, конечно, дать шах. Если король Ладья Ж1, то король Е2, хотите меняться, меняйтесь, и у белых лучшая игра. Вот, то при том, что у черных активность, пусть временная, пусть в игре участвуют лишь такие фигуры, как Ладья и Ферзь, но у белых уйма фигур, защищающих короля, прикрывающих его. Давайте я сделаю ход Ладья Ж1, просто чтобы понять, что это такое, король Е2 надо играть, вот Ферзь С4, например, что дальше будет? Вот, а дальше король Д2, то есть белые убегают королем, пешком, что называется, от шахов, ну, уже шахи кончились, кстати. И позиция черных просто трудна. В случае размена-размена, там король черных в опасности. То есть, вот оценить неожиданно, то есть, оценка этой позиции неожиданная, очевидно. Вот, ну, если Ладья Ж8, вместо хода Ферзь С5 здесь, тогда БЖ4, и более такая человечья игра идет, уже прямой атаки такой нет, можно дать шах с поля С5, тогда Король Х2 можно сыграть, и убегать королем вперед, то есть, это удивительно, можно, Ферзь Ф6, вот так вот, Ладья Х8-то нет хода, поскольку Ферзь Б2 контролирует поле Х8, о чем нужно не забывать. Ну, вот такая вот игра. У белых лучше, опять же, подчеркиваю. Вот, хотя это не совсем очевидно. Был сделан другой ход, Ферзь Ж7 сыграла Аниш Гири, ответ белых Ферзь Д3, естественное продолжение, белые захватывают линию Д, и готовят своего Ферзя к вторжению на Д7, потом может там Ладья Б3-6, сыграть что-то еще, при этом, обращая ваше внимание, что теперь уже никакие шахи белому королю, Ферзь он с поля Ж7, дать нельзя, с поля Ж5, Ферзь С5 все время, пограживал ход, или имелся, ну, имелась такая возможность, а с поля Ж7 никаких шагов дать нельзя. Что тогда? Вопрос довольно резонный. Тогда разваливается фланг, хотя ход очень естественный, но оказывается, что после шаха и взятия на М7 у черных нет атаки на белого края, а может дальше Ферзь, король пойдет вперед, скажет спасибо, и все там. Даже Ж3 и слон Ж2 можно рассмотреть, хотя не обязательно, можно и так. А Ладьи белых по центру вырываются, и черным нехорошо. Вот опять же, не шаблонная позиция, и вот так с ходу, с налета, сразу одним взглядом оценить ее точной. Нельзя, можно сильно ошибиться. Ну, был сыгран на коньце 7, так сыграл Аниш Гири. Ферзь Д6, важный ход, защищающий пешку, может быть, недооцененный издалека Анишем Гири. Теперь можно было сыграть Ладья Ж8, оказывать упорное сопротивление, а последовало С5. Ну, очевидно, что то, что здесь мог сделать Богдан Даниэл Дяк, не видел Аниш Гири, иначе он так бы не сыграл. Вот. И не видел это сам Дяк. А вот в этот момент белые располагали в одном уровне форсированно, почти, практически просто, форсированно выиграть партию, сыграв Ладья Е5, подключая Ладью с поля С5 в атаку. Если слон бьет Ф3 здесь, то Ладья бьет С5, Конь висит, Шахов и черных нет. Ну, можно Ладья Ж1, Шах, но это всего лишь один Шах, а если бы следующий Шах был Ферзем с Х3, то да, а так смысла в ходе Ладья Ж1 нет. Надо играть вперед, пешкой, защищать коня своим Ферзем, тогда просто взятие на Ф3, пешкой Ж3 защищи на Ферзем, ну и в черных абсолютно безнадежная позиция, потому что белые сейчас сыграют Ладья С1, и что-то в этом духе, и заматуют соперника без особых хлопот, но я думаю, что если сыграть, как там, Ладья А3, давайте опроверну ход Ладья А3, просто продемонстрирую, что тогда будет. Мат в два хода, вообще Шах, и потом мат с поля Д8, вот так проще всего опровергается этот самый С. Вот. Ну, Ферзь бьет Ж3, вроде не С, он бьет Ф3, надо играть, это вариант, опять же, подчеркиваю, а не основное развитие событий, и вот тут тот самый замысел, не взять на С5, это считается, Ладья Е5, Ферзь Ж3, Ладья С5, разменялся, 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 взял на Ф3, и начинается какая-то вот такая возня. Ну, вроде как, хочется забрать пешку В5, сразу ударить на Д8, никакая пешка, уничтоженная белыми, быть не может, все в черном защищено, и крепенько, и две пешки за качество, и позиция близкой к равной, а после Ладья С6, все-таки белые стоят лучше, но это не гарантия победы, вот какая-то такая игра, ну, не знаю, что будет дальше, Ладья Д2, важный ход, важный ресурс, черные все равно отдалдут пешку, стоящую на поле, А7 с шахом, но резко активизируют своего короля, затем активизируют коня, затем бросят вперед пешку, на Ф6 у черного короля надежное убежище, белый король у опасность, то есть у белых преимущество, но реализовать это качество, чистое уже качество, ну, не то, что непросто, нет гарантии, нет гарантии у черных контр-игра, определенная, вот, но, может быть, из-за этого, из-за каких-то таких вариантов, сопоставляя то, что вот в этом варианте могло бы получиться, с тем, что случилось в партии, так вот, Дяг сопоставил это, и не увидел, что вот здесь, вместо хода Ладья БЦ5, который, естественно, и считается просто человеком, только он и считается, но в первую, вторую и так далее очередь, просмотрел, недооценил такую возможность, и линяш закрывается, никаких шахов, ферзь аж два нет, и черный ферзь по ударам, и черная Ладья, то есть, чтобы сразу не сдаться, на Ф3, кстати, не успевают черные забрать, а на белые, на Б7, когда захотят, после этого, с шахом могут взять слона, ну, надо играть ферзь БД6, взятие, на самом деле, у черных не так плохо, как кажется на первый взгляд, но на самом деле, совсем плохо, вот противостояние слонов все-таки обеспечивает белым лишнюю ладью, правда, вот здесь еще надо аккуратненько действовать, то есть, у черных три пешки за ладью, и это две связанные проходные, но если белые играют аккуратно, вот я просто показываю, как надо аккуратно играть, то ничего не происходит, хорошего для черных, с которым конь Д5, размен, размен, это абсолютно выигрышные для белых позиции, потому что король блокирует пешки, останавливает их, а белые там играют вперед, ну, С3 бессмысленно, и за ладьями С3, Б2 бессмысленно, можно дать шаха король С2, а можно сразу король С2, белые выигрывают, короче говоря, все это для черных безнадежно, если белые сыграли ладья Е5, они бы выиграли партию, нанесеющую удар ладья H5, красивый, но, Дяг, сыграл более естественно ферзь Д7, ударил на Б7, шахов у черных нет, сыграл после этого ладья бьет Е6, забрал важную пешку по центру, ну, самая естественная игра, шах, 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 взяли в центре пешки, нельзя, ведь это ладью не пешкой, висит ферзь, не конем, поскольку он связан, позади король, ну и вроде белые там ферзь С6 играют, шах, выигрывают, а вот фиг вам, что называется, не выигрывают, ферзь бюджет 3, то есть черные забрали еще одну пешку, две снова пешки за качество, конь на С7, что очень важно защищен, а белый король тоже немножко так тревожно стоит, там шахи уже более серьезные, при открытом положении белого короля, поэтому ферзь С6, король отбрасывается, ферзь Д6, чтобы не было шаха, пренеприятнейшего СН2, размен, размен, смотрим, считаем пешки, две пешки за качество, ну и оказывается, что у черных здесь похуже, но не более того, Б4 играет Аниш Гей, демонстрирует, что у него мощные проходные, но удар на Ф7 невозможен, пешки черных опаснее белые пешки по линии Ж, то есть они слишком далеко продвинуты, надо играть король Ф2, А5, белый король подходит на помощь, и наконец белые берут на Ф7, теперь в случае взять и на Ф7, окажется, что только так и можно играть, Энш Пель выигран на белых, король успевает задержать пешки, а пешка Ж белых проходная, отдаленная, когда у белых ладья против коня, решает судьбу партии, очень легко в их белых пользу, но оказывается, можно дать шах, и если белый король пойдет навстречу ладье, то ладья встанет черных на линию С, дан в случае на С2, и все, ничья, то есть ничья, у черных переезд, у них две пешки грозных проходных за качество, преодоленным белым королем, ну вот если король Б3, например, здесь этот ход не был сделан, тогда шах, и нельзя идти вперед, на С4 бессмысленно за ладья С3 шах, и вообще на С3 ладья станет, и черные попытаются, может быть, сыграть на выигрыш, а если идти вперед на А4, что выглядит неплохо, тогда мат, просто мат с поля А3, ну поэтому король Б1 сыграл здесь дяк, у Аниш Гири обязан повторять ходы, и вот партия так вот интересно закончилась миром, ну а что было в других партиях, в других партиях первого тура, я с этим вас сейчас познакомлю, с результатами этого самого, все партии остальные закончились ничью, по-другому скажу давайте, все партии остальные закончились ничью, поэтому я не буду приводить результаты, эта партия также закончилась ничью, иными словами, все набрали по пол очка, ну большинство партий были сыграны между шахматистами, которые как раз, относились к числу метров, я об этом уже сообщал вам, и вот второй тур, второй тур, где метры, два метра встречались с двумя не метрами, ну начну с партии между Максимом Вашхиелогравом, и тем же самым Богданом Даниэлом Дяком, напомню, что шахматист, который включается в последний момент, он очень коварен, очень опасен, опасен для самых-самых именитых, и так далее, сразу скажу, что в трех партиях, в которых встречались вот именно вот эти самые шахматисты из мировой элиты, они как-то не очень пытались рисковать, старались, так сказать, не рисковать, и сделали довольно быстрые ничьи, то есть ничего зрелищного не было, а вот двух отстающих фавориты пытались обыграть, и одним из фаворитов был таковым Максим Вашхиелограв, а его соперником тот самый Богдан Даниэл Дяк, который в первом туре едва не обыграл самого Аниша Гири. Смотрим эту партию. Итак, Е4, Е5, КНФ3, КНС6, СНБ5, А6, на испанку. Вот интересно, что почти всегда, хотя как всегда, СН4 тоже частенько играл, конечно, Максим Вашхиелограв, но в принципе он готов идти на испанку, на основные варианты, на все-таки теория в испанке такая жесткая, конкретная, наработанная за, ну, не столетия, конечно, ну, за столетие, скажем так, за многие десятилетия, она очень серьезная. Ну, например, в частности, в открытом варианте, который встретился в этой партии. Д4, В5, отступление, взятие на Е5, СНЕ6, КНБД2, ход последние годы более популярный, чем классические продолжения. С23, ФЕ2, есть еще ход А4, но КНБД2, ладно. Слон Е7, С3, в некотором смысле перестановка ходов, Слон С2, Ф7, Ф5, опять же, нечто каноническое, взятие, КНБДДФ6, А2, А4, Б4, Ладья Е1, и Слон Ж4. Вот не кажется, то, что здесь так сделать Максим Вашхиелограв, это все-таки, хотя бы отчасти является его заготовкой. То есть, нужно было бы сыграть А3, что довольно естественно, бить на Ф3 черном невыгодно, КНД бьет Ф3, белые раскрутились, развязались, Слон важный черных разменен, то есть, нужно играть Слон Х5, и теперь КНЕ Ф1. Ну, у черных есть такая возможность, как КНЕ4, например, попытка отдать материал и что-то такое наварить за счет связки по диагонали Х5, Т1. Тогда можно сыграть КНЕ3, вот так сразу, не меняя коня, не ослабляя себя, провоцируя взятие на Ф3, тогда черный конь будет вынужден убежать куда-то срочно с полей Е4, то ли на Ж3 управляя белые пешки, и у белых два грозных слона, явный плюс, то ли взять на Ж3 и на Ф3 уже не брать, что теперь вроде выглядит бессмысленным, у белых появляется идея Ж3, Ж4, атака по центру, давление по центру, немного у белых, сам КНЕ8, не так все просто, но все-таки белые, сильнейшая сторона, у них получше, может быть даже без Ж4 они обойдут, сыграть Слон Ф4, выставить слона на защищенную позицию, король Х8, скажем, Слон Ф4, ну, небольшой плюс, вот, Слон С5 играть здесь, тогда Слон Ф4 можно, подставить слона на открытую линию и после КНЕ4 Слон бьет Е4, взятие, ведь угрожала Слону бьет Д5 шаг, поэтому надо бить слона, именно ладья бьет Е4, можно разменять ферзей, можно испортить белым пешки, вот таким образом, взять на Ф3, но у белых все-таки получше, пешка есть, линии в центре есть, ну, много-немного, может ничего особенного, ну, чуть-чуть лучше, вот, ход Х3, в общем, вроде бы основной считался, я думаю так, а, Максим Ашхерограф играет КНЕ1 сразу, очень интересная идея, Слон С5, естественное выражение, Слон выходит на ударную диагональ, на Ф2, посматривает, грозит белым, чем-то таким нехорошим, Слон Е3, хотим меняться, может быть, стоило сыграть ферзь Д6, тот ход, ферзь Д6, немножко лучше игрой белый, скажем так, Бонзор сыграл на Д4, очень ответственное решение принимает этот самый Богдан Даниэл Дяк, молодой румынский шахматист, взятие на Д4, Конь бьет Д4, идет вот такая разгрузка, ну, белые не могут выдержать, разумеется, связки по диагонали Ж4, Д1, они обязаны брать на Д4, черные, чтобы не потерять материал, должны ударить промежутки на Ф3, ферзь бьет Ф3, и вот теперь, может быть, стоило сыграть Слон бьет Д4, позиция близка к равной, здесь, что важно, что если Конь Е3, например, тогда там Ж6, Конь на Ф5, Лес, это неприятно, никакие угрозы по линии в черной создать сразу не могут, и здесь Ладья Д11, то С5, черные консолидированы, их слон надежно защищен, и у них хорошая игра, поэтому может пытаться играть Ферзь С6, чтобы заблокировать пешку С, не позволить ей переместиться на поле С5, тогда Ферзь Д7, взятие, взятие, ну, и, в общем, ничего особенного тоже, правда, нельзя брать на Б2 из-за шаха, и потеряется слон на Б2, ну, не надо так играть, надо сыграть король в Ж7, уводя короля с уязвимой позиции, ну, Ладья Д11, С5, позиция, видимо, близко к равной. Это к вопросу о том, что черные могли взять на Д4 слоном, но было сыграно Ферзь бьет Д4, ход вроде бы заманчивый, то есть, еще и Ферзя мы вбрасываем, будут его гнать, мы это ведем, скажем, на Ж4, ну, гонит, Ферзя, а Ферзь берет на Б2. Вот так вот, смело, правильно, или, может быть, безрассудно, сказать трудно, хотя ощущение такое, а почему не взять пешку? Полей вторжения у белых Ладей нет, поле Е7 контролируется с стороном С5, поле Д7 конем черным с поле Д7. Белый играет в Ладье Е2, просто вот так вот. Теперь угрожает и слот Б3, шаха, и слот Б7, ну, скорее всего, слот Б3 с выигрышем Ферзя. Ферзь идет на С3, хотите меняться, давайте, Ладья Д3, Ферзь отступает, теперь лучше было сыграть Ж4 объективно, Ладья Д1 в начале сыграл Максим Вашьелограф, поскольку ничего не потеряно, и теперь Ж4, ну, сделав два хода, проверив на верение соперника, и самому так сам осмотревшись. И вот здесь сказалось, что, ну, Мэтр, так сказать, вот один из сильнейших шватистов мира, один из победителей первого круга турнира претендентов, и второй призер турнира претендентов в итоге, по его окончании, Максим Вашьелограф, ну, обыграет, обыграет своего оппонента. Теперь в чем хитрость? То есть белые, понятно, хотят сыграть Ж5, Ферзь Д5, Ладья Аш3, вот такой вот рисунок атаки, с атакой на пешку Аш7, Ж5, Ферзь Д5, Ладья Аш3 и так далее. Если бы черные сыграли король Аш8, что заслужило внимание, тогда Ферзь Ф5, атакуя слона, и создавая, тот же, возобновляя набор игрок. Солон Д6, например, Ладья Аш3, видимо, атака белых просто решающая, просто выигрышные позиции абсолютно. Угрожает Ладья Аш7 в шах, если Аш6, тогда Ж5, и такой лобовой проломный штурм черного короля. Лучше, если сыграть было бы Б3 в этом варианте, тогда Ладья бьет Б3, уже пешек поровну, Ферзь Д4, угрожает Ферзь бьет Ж4, тогда Ладья Аш3, если Ферзь бьет Ж4, кажется, что это может быть не так уж плохо, на самом деле плохо. То есть вот такая разгрузка, это не разгрузка, это просто проигрыш черной партии, но шах, затем отскок с темпом, с атакой слона, и кроме того, угроза слон Б3 шах. На Ф2 мы пешку оставляем на произвол судьбы, но белые больше берут. Например, слон бьет Ф2, король идет вперед, слон Б3 по-прежнему угрожает, такой-нибудь там ход Ладья В8, чтобы прикрыть поле Б3, тогда слон Х7, надо идти вперед, если король идет на Х8, то слон Ф5 шах, и теряется как минимум фигура слон на Ф2, или конь на Ж4, а тут Ладья Ж5, спокойный ход, атакующий коня, и белые остаются с лишней фигурой, и никуда черным не деться. Можно сыграть Ладья В4, здесь, кстати, не так все однозначно, то есть, ну как не так однозначно, еще нужно аккуратно сыграть, хотя, ну как, не очень трудный вариант. Лишняя фигура у белых и выигрышная позиция. Вот, это к вопросу о Ферзе Ж4, который ход плохой, Ферзь Б4, то есть, вот в этом варианте пешка Ж4 косвенно защищена в результате вот такого, таких тактических возможностей, которые я вам продемонстрировал. Ж6, поэтому нужно играть здесь, подставлять пешку под удар Ферзя, Ферзь бьет Ж6, и вот теперь уже можно взять на Ж4, поскольку аналогичные варианты не проходят, не опасны для черных, так как у короля много полей для отступления, и не попадает под всякие открытые шахи. Кольбьет Ж4, на доске материальное равенство, данный момент, ну и не очевидно, что у белых так здорово. На самом деле можно забрать, конечно. Можно сыграть Ладья Аш5 по старым рецептам, но теперь уже пешки на Ж7 нет, и Слон Аш7 не смертельно. Черные бьют Ладью, и теперь смело, поэтому Слон Б3, можно идти не на Ф8, что было раньше обязательно, и черным было плохо, а на Ж7. Теперь Ладья бьет С5, выиграли материал, получилась вот такая вот позиция, смотрим на нее. У белых Ладья, не Ладья, а Слон и Конь за Ладью и Пешку, нет, просто Слон и Конь за Ладью, Пешек поровну, по две, ну шансы у белых есть на выигрыш. Велики ли они? Вопрос сложный. Черные не обречены, черные хуже стоят. Не буду продолжать пытаться анализировать эту позицию, просто еще раз покажу, продемонстрирую, что вот ход Король Аш8 мог привести к примерно таким последствиям, а молодой руменский заселеднейший матист, а именно Богдан Даниил Дюк, Дяк, играет Б3, сразу отвлекает белого Слона с ударной позиции, Слон Б3, шаг, Король отступает, и у белых по-прежнему хорошо, Ж5. То есть ощущение такое, что белые все равно не только сильнейшая страда, но и имеют все шансы нарастить атаку, развить решающие наступления на Черного Короля. Конь Ж8, конь уходит назад. Ферзь Д5, атакуя Слона, ну, нужно на Ферзь Д5 играть или нет, давайте посмотрим. Наверное, нужно. Наверное, ход правильный, на Ф2 все защищено, материальное равенство, Слон Д6, Ладья Аш3, Ж6, ну и вот теперь белые должны были сыграть Ферзь Е6, создавая угрозу, Ферзь бьет, Ж6, и прикрывая, ну, в частности, на Ладья Е8 можно уже бить на Е8, можно на Ж6 бить, кстати, тоже. Вот, но Ферзь на Е6 стоит хорошо, ну, скажем, Ферзь Е7, чтобы защититься от удара на Ж6, Ферзем, по-другому не получается. Конь Ж3, Слон Ф4, примерный вариант, вот такой вот, Ладья Е5, Ферзь С6, то есть видно, что белые продолжают атаку. Слон берется под контроль, Ладья, правда, с Аш3 его защищает, угрозы прямой нет, такая возможность, белые могут ей воспользоваться, зачем? Чтобы проникнуть Коньем на Ф6. Конь Ф6, отдавая пешку стоящего на Ж5, варианты нечеловеческие, прямо скажем, то есть сейчас на доске у Черных лишняя пешка, но висит Ферзь и угрожает Ладья Е7, Черные могут зато дать шаг, заставить белых сыграть Ладья Е1, размен, размен, дать шаг, затем сыграть Ферзь А2, Король идет вперед, атакуя Слона, Слон А6, подставляясь, защищаясь от мата. Здесь у белых уйма угроз, и взять и на Х7, и там Ферзь Е8, и от всех, так сказать, не защитишься. Слон еще висит, если шаг Ферзен, тогда возьмут Слона. А у Слона Х6, это защита. Это защита, у белых есть ход Ладья Вида Х6, ничего особенного не дает предварительный шаг с Е8, давайте я его сделаю, такой заманчивый шаг, черные идут вперед, и вот в таком варианте просто они, ну, совсем ничего не добиваются, то есть, ну, ничего они делают. Конь связан, нельзя играть Конь Е8, кстати, поэтому надо разменяться, разменяться, забрать Слона, черные забирают коня, взятие, но это ничья. Это не хуже у белых, не лучше, это просто ничья. Вот, но здесь вместо хода Ферзь Е8 можно сыграть Ладья Вида Х6 сразу, вроде бы, почему не забрать такой материал. Тогда Ферзь Б3 шаг. Шаги начинаются белому королю, оказывается, что никак белым здесь вот без хода Конь Е4 от этих шагов не уйти. Тогда Ферзь дает шаг с поля Ф8. Давайте прикинем, а что можно сделать? Куда можно побежать? На Ж5 нельзя. Если пойти вперед, с другой стороны, там ведь Ладья Ж5 еще подкроуливает, или Ладья Е11 назад отступить. То есть Ладья Черных живая. Вот, поэтому в Конь Е4 лучшее решение. Теперь Ферзь Ф8, Ферзь Ф6 шаг, размен-размен, Король Ж7, Черные отыграли в этом тактическом варианте фигуру, но потеряли пешку, и начинается вот такая игра в окончании, в котором, видимо, Черные должны спастись. То есть белые могут забрать пешку, у них отдаленная проходная, но Ладья стоит не идеально. В общем, ощущение такое, что если Черные поставят Ладью, может быть, даже сбоку, не знаю, думать надо, может быть, сзади, то шансы на спасение у них большие, хотя гарантии ничьей нет. Все-таки белая сильнейшая сторона. Это то, что могло случиться после хода Ферзь Ф6, который не был сделан. Он был сделан плохой ход Ферзь Д3, после которого преимущество переходит в Черном. Потому что, конечно, Пешка на Ж6 висит, но Ладья Ф5 есть защита и Ферзь Черных сохраняет активную позицию на А1, не должен вступать куда-то назад. Если бы он должен был вступить, тогда у белых был лучше, может С2 сыграть, нарастить давление, там, и так далее. А тут вот Ладья Ф5, Ладья Беже 5, шаг угроза. Ну, понял, что сотворил что-то не то, Максим Вашьянограф. Ферзь С3 поменял Ферзей. Ну, отчаяние, не отчаяние, не знаю, но, конечно, крайне досадно перейти из позиции с явным пересом. Вопрос лишь, смогут белые выиграть или нет, сможет ли соперник создать проблемы вам при реализации преимущества. Позиции без спешки, разноцвет. И то, что здесь и Ладья, и Кони, Кони это важный фактор на доске, делает шансы Черных в этом отчаянии на выигрыш весьма серьезными. Может быть, стоило сыграть Ладья Б4. Ну, было сыграно Ладья Е5, достойная альтрахантива. Может быть, Белым стоило сыграть С2. Опять же, не меняется. Лучше было бы, конечно, Черным, Белым после С2 как-то вот так поменяться Ладьями, сохранить Ладью на поле С3. Шансы на ничью, я думаю, большие были бы у Белых. А было сыграно С4, теперь Ладья С5, и оказывается, что Черные меняют Ладьи в оптимальной себе редакции. Если Ладья Б3, что заслужило внимание, то Ладья Б3, Ладья Б3, Ладья С3, Черные активизируются. Белые вынуждены переходить в оборону своими всеми силами, и это очень важно, потому что при Конях и Ладьях разноцвет очень непрост для защиты. А было сыграно Ладья С2, это слабый ход. Ладья А5, Ладья снова уходит, ходит по пятому ряду, теперь цепляется к пешке. Конь Е4, это уже какое-то отчаяние, но на самом деле позиция в любом случае не хороша, не очень хороша, потому что если сыграть Ладья А2, вот вроде бы такой естественный ход, то Черные располагают ходом Ладья Б4, но и они достают таки Белых все-таки, на А4 висит, и ничего не отыграете. Слон Д3 взяли-взяли, две лишние пешки, это уже серьезно, это уже почти победа при аккуратной игре дальнейшей. Просто сыграны Конь Е4, удар-удар, видно, что Максим Аш-Херограф был здесь просто раздосадован, удручен, взятие на А5, Ладья Е1, Ладья Б4, слон Е2, ну, можно было сыграть А4, можно сыграть Ладья А4, как поступил Богдан Даниэл Дяк, слон Ф3, А5. Ну, и вот здесь в позиции без трех пешек, правда, две проходные, сдвоенные, но объективно позиция не то, что безнадежная, можно сказать безнадежная, можно сказать просто строго проигранная. Техническая работа предстояла Черным, но так противно было Максиму Аш-Херографу в связи с тем, что он сотворил в этой партии, что он просто не стал продолжать игру дальше. Ну, а что сделал в этот день, в этом втором туре еще один фаворит, а именно Фабиано Каруана, который встречался с пятикратным чемпионом Румынии Константином Лупулеско. Давайте взглянем, как проходила борьба в этой партии. Белые фигуры, так же, как и у Максима Аш-Херографа, были у соперника румынского гроссмейстера, а именно у Фабиано Каруана. Он сделал ход с Е2 на Е4, не Д4, Е6, Д4, ну, кстати, у Максима Аш-Херограф тоже Е4 играл, но здесь французская защита. Вот интересно, что вернулся, в общем-то, широкое использование, потребление, скажем так, ход КЦ3 классический, допускающий связку с Б4, ну, КНФ6, многие играют так, вот, я не помню, Чик КНФ6 предпочитает ходу Слон Б4, ну, и в данном случае Константин Лупулеско, на что Слон Ж5, а не Е5, играет в этом положении Фабиано Каруана, взятие на Е4, уступка центра, ну, в общем, много или мало у белых, кое-что есть, и на А6 просто берет на Е6 Фабиано Каруана, и вот полагает, показывает всем своим играм поведением, что после размены на Е4, несмотря на то, что у черных, преимущество у Слонов, у белых лучше, шансы на захват инициативы, на перевес, на выигрыш, в чем хитрость, в чем, так сказать, какие аргументы можно привести в пользу этого предположения и утверждения, у белых преимущество в центре, а при борьбе за центр Конь лучше Слона в дебюте, дальше он может стать хуже, конечно, чем Слонд, в ходе дальнейшей борьбы, но пока да, Слонд на Е4 занимает великолепную позицию, сковывая возможность соперника, контролируя поле Б7, ну, подорвать центр белых легко и приятно, трудно, кроме как сыграв С5, что и последовало, а белые выведут ферзя, потом сделают длинную рокировку, ну, в ходе Е5 или заиграют по центру ладья ХЕ1, или начнут атаку на королевском фланге, если черные укроются на этом участке доски, тем более, что черные уже сделали ход Х7, Х6, ослабляющий будущее прикрытие короткой рокировки черных, ну, С5, только так, конечно, ферзь Е2, стандартный прием, хотите взять, берите, ферзь А5, чтобы заставить белых приходится играть, удар, конь 5, Д4, слон Е7, длинная рокировка, оставляет пешку А2, не в пешке, а в шахматы играем, кстати, взятие на А2, рокировал здесь руковеску, взятие на А2 все-таки заслужило некоторого внимания, но очень быстро делал ходы, это еще один аргумент такого чисто практического плана, если вы быстро делаете ходы, ну, шах, и что будет в случае хода с лоб Д7, король Ф8, все-таки уступка, будет о чем поговорить, а если с лоб Д7, вот можно так играть или нет? Не очень-то, потому что взятие на Б7 естественное, рокировать нельзя, шах можно дать Са1, а что потом? Просто король Д2, пешка Б2 защищена ферзи, а ладья на А8 висит, шах пустое, значит, как-то ладья Са8 надо сыграть, ну, играют там белые Ж3, скажем, ну, и начинается, вот, обоснование хода Ж3, основание, состоит в том, что черные могут пытаться отдать фигуру, показываю красивый вариантик, но после этого ударить на С3 нельзя играть БЦ из-за слона 3 мат, видите, БЦ, слона 3 мат, поэтому здесь надо играть Конь С2, закрываясь, но уберут лишняя фигура, и висит на Е7, и мат сразу не поставите, ничего страшного вы не сделаете, можно сыграть слон Ж5, а вот Ж3 за этом, чтобы слон Ж5 было не страшно, не спиртели, тогда Ф4, ну, скажем, увели черную фигуру, Ф4 там, ну, не знаю как, ладья С4, но это не аргумент все-таки, потому что взятие, там взятие, черные играют без фигуры, и компенсации весьма относительные, отступили, прикрылись, ладья С4, испугались того, что черные сдвоятся, сыграли Ф3, заставили черных разменяться, отдали еще одну пешку, у черных две пешки за фигуру, но белых большие шансы на выигрыш, поскольку две пешки недостаточно за фигуру все-таки, это как просто взятие на А2, вот, у Рупулецкого задумался на некоторое время, ну, когда такой соперник, такой шахматист, как Фабиано Круана, великолепный дебютчик, быстро, 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 через игра в дебют, отдает пешку А2, то, не решился он, поднять брошенную перчатку, может быть, правильно поступил, рокировал, последовал король Б1, теперь пешка защищена, ладья Д8, слон С2, белые настраивают лиру, чтобы вперед ферзь прошел, то есть, перед слоном, создавая угрозу вторжения на А7, слон Д7, действительно, ферзь Е4, угроза создана, смертельная угроза, поэтому уже 6, но теперь объект для атаки появился новый, А4, слон А4, здесь уже вот впервые в партии, надолго задумался Фабиано Круана, он мог попытаться, и он безусловно это сделал, оценить последствия естественной жертвы фигуры, в случае взятия на Е6, ферзь бьет, Ж6 шах, что должны делать черные, они должны взять на С2, ну, взятие королем, это немножко не то, потому что там все подвисает, как-то белые не создали страшных угроз, а на А2 еще пешку отдавать, ну, в общем, хочется взять ферзем, все равно ведь на ФЕ, на Ж6 висит, но черные должны взять вначале ладью, теперь, если ФЕ, тогда шах, тогда шах, и вот оказываешься позиции к явной выгоде белых, на это, безусловно, Фабиано Курана пошел, если бы это было обязательно для черных, но, если вдуматься вот в этот момент, в позицию, вот разменяли черные на Д1, не зря же, а для того, чтобы взять на А4, и мы смотрим, и обуждаемся, что при материальном равенстве, у черных хороший срон против белого коня, который тоже неплох, у черных нет реальной слабости возле своего короля, бить коня не обязательно, угроз белые создать не могут, могут сыграть, скажем, Ж3, срон Ф6, ну, конь висит, теперь уже можно его подумать и взять, потом там срон Ж7, Ферзь, Ж5 защититься, не знаю, то есть здесь ощущение такое, что черных скорее лучше, чем хуже, во всяком случае проблем нет, но осознав это обстоятельство, что удар на Е6 не то, сыграл по-другому, пошел другим путем, Фабиано Каруана, он взял на А4, взять и взять, а сыграл Аш5, то есть играет там, где он сильнее, Ж5 обязательный ход, Ферзь бьет Б7, забрал пешку, но черные же тоже, что может, могут играть, но как ни странно, лучшее было сыграть ССФ8, а более активный ход, и более естественный, а именно слон С5, кстати, считаем пешки, лишний их пешку убил, так вот ход слон С5, это не то, это не туда, Ферзь С6, предлагая ферзями поменяться, и вот здесь, после хода Ферзь С6, второй раз задумался Руку Деску, он мог сыграть Ферзь С4, это не помогало, помогало лишь частично, потому что конь Б3, завязываем этого самого слона, ладья С8, лучшее выражение, Ферзь Ф3, прикрывая, продолжая контролировать все поля, с которых черные могут дать шахи, слон Б6, например, там ладья Д7, атакую пешку, Ф7, Ферзь Ф4, размен-размен, Ф3, у белых лишняя пешка, у черных реальной компенсации за эту пешку нет, то есть, атаки на ферзь на фланге, на которую можно было рассчитывать при ферзях, черные развить не смогли, ферзей разменяли, и без пешки будут мучиться, вероятно, безуспешно. То есть, это по поводу хода Ферзь С4, который вроде бы заслужил внимание, и вот задумавшись, оценив последствия этого хода, сыграл Ферзь Б6, Лупуевску, конь Б6, ладья Б1, взятие-взятие, и черные отыгрывают пешку, взяв на Ф2. Вот может показаться, и издалека наверняка так казалось румынскому гроссмейстеру, пятикратному чемпиону Румынии, что поскольку слон лучше коня, при игре на двух флангах, у черных проходная пешка по линии, и у белых по линии цену, и ладно. Ну, как-то раскрутимся, начнем двигать пешки, и у меня будет скорее ручше, чем хуже. А на самом деле позиция у черных тяжелейшая, потому что у белых доминация. И вот Фабиана Каруана великолепно проинтуичил, то есть оценил. Посчитать здесь невозможно, то есть за счет счета такая позиция не оценивается. А за счет прикидок и общих соображений, да. Что здесь у белых после ладья Д7 большое преимущество, которое может стать решающим, ну, пешку А7 вроде отдавать не хочется, поэтому вскакивать ладью опасно. По седьмому ряду белые доминируют, конь Е5 идея есть какая-то. Ну, скажем, А6, там король С2, там король Ф8, не конь Е5 теперь. Тогда после хода ладья А7, зачем А6? Чтобы иметь возможность хода ладья А7. Вот я как-то, может быть, вас дезинформировал здесь, типа того, что А6, чтобы не висела пешка, пешка защищена слоном, С2 все равно. А6, чтобы иметь возможность хода ладья А7. Вот в этом варианте, в таком варианте, если конь Е5, тогда ладья А7 и ничего, нормально. Играем на два результата. Но не на два результата, то берег перевес все равно. А ладья Б7 вначале, сковывая соперника и готовя на движение пешки Б. То есть конь Е5, это аргумент серьезный, если ладья С8, так конь Е5 и страшные ужасные вещи по седьмому ряду происходят. А если там, скажем, салон Ж3, беря под контроль это самое поле Е5, тогда Б4, ну, может сыграть ладья С8, например, ладья Б6, атакован и пешка, ладья уходит назад. Теперь С4 с идеей на атаку ладьи С5 сыграть. Ну и вообще белые просто образуют две связанные проходные, а черные не могут активизировать свои силы, и поэтому пешки-то особо не идут. Ну, может там Б5 сыграть. Белые короля подтягивают, занимают седьмой ряд, и у них позиция технически выигрышная, на ладь С8, Б5 следует. Салон Ф4, там, у Вели короля. На Е2, на хорошее поле, надвинули постепенно пешки, может начали А5, даже вот так вот, чтобы играть Б5 уже с комфортом, взять пешкой С, пешка защищена конем, и технически выигрышная позиция, в общем, очевидна. Короче говоря, А6 безнадежно, Ф6 сыграла Лоподеску, последовало здесь конь Д8. Видимо, сильнее было Б4 и проводить тот самый план, о котором я говорил. Белые все равно изолировали, ну, обездвижили черно фактически, ладью, выключили из игру, дальше Б5, потом пешки надвигаются, пешка, позиция, видимо, просто технически выигрышная, но было сыграно конь Д8, но теперь лучше было сыграть А5, отдать пешку на Е6, черно какая-то, то есть почему белые не бьют, из ладья Е8, потом там торжение, белые хотят активизироваться в начале. Позиция, видимо, все равно выигрышная, но вот надо уже, так сказать, с цепью на шее, что называется, убегать из всего этого, и какие-то контршансы есть за счет слабости потенциальной пешки Ж2, за счет далеко продвинутой проходной на Ж3 потенциальной, то есть здесь не совсем элементарен выигрыш белых, хотя наверняка выигрыш был бы. Ну и схода опять, было сыграно слон Б6, так поступило по леску, конь Ф7 неожиданно, не взятие на Е6, рассчитывал только на взятие на Е6, а ладья Е8, контр-игра, и все хорошо у черных, во всяком случае неплохо, после конь бьет Е6, а после конь Ф7 со взятием пешки вот этой вот, угловой, если король идет вперед, тогда конь бьет Ж5, а конь бьет Е6, совсем плохо у черных, поэтому на Ж7 идти нельзя, защищать пешку не получается, нужно играть ладья Е8, конь взятие, взятие, и король С2, технически было же Б4, сыграл король С2 Фабиана Круада, и произошло в общем нечто неожиданное, то есть понятно, что у белых позиция технически выигрышная, решающее преимущество, но можно было бы спротивляться, ну у руководства так было неприятно, видимо то, что происходило, он уже не верил в какие-то возможности оказать сопротивление, но и в 5 надо было сыграть, тогда С4, белый надвигает пешку, черные не успевают, выигранного белых, но он сдался сразу, Рукулевский в этой позиции сдался сразу, и нам ничего не остается иного, как подвести итоги как раз второго тура, а вторую туру закончат следующим образом, Веслисоу с Оливолом Роняном довольно быстро закончили партию свою в ничью, Ани Жгири довольно быстро сыграл в ничью с Теймуром Раджабовым, и Шахьяр Мамедяров довольно быстро закончил партию в ничью с Александром Грещуком, ну а две партии, а именно Вашьелограф Дяг и Круана Рукулевску мы видели, то есть я и Вам показал, это партии действительно интересные, зрелищные, любопытные для просмотра. Каким стало положение в турнирной таблице после двух туров? Лидируют двое, рейтинг-фаворит Фавиана Круана и рейтинг-аутсайдер Богдан Даниэл Дяг, две партии, которого обе мы видели, причем, ну сказать, что не по игре, он набрал эти полтора очка, а нельзя, более того, он мог в первом туре, имел реальные шансы, если бы нашел вовремя, сориентировался и сделал правильный ход, обыграть даже и Аниши Гири. Места со второго по восьмой делят Ливона Раняна, Аниши Гири, Александр Греччук, Весли, Соу, Шахрияна Мамедьяров, Этебур Аджабов. Сильный состав. Что уж там говорит, просто супер-мупер. Ну а замыкают в турнирную таблицу Максим Вашьерограф с полуочком, пол очка из двух, и Константин Рукулевску, пятикратный чемпион Румынии, как я уже и говорил. Ну что ж, на этом наш сегодняшний выпуск заканчивается. Я по традиции призываю вас ставить лайки, подписываться на наш канал, тех, кто не сделал это в ранее, обыгрывать своих соперников, играя с ними в шахматы, как очно, так и заочно в сети интернет. Ну, если будет настроение, поддерживайте нас. Мы очень признательны всем тем, кто так поступал ранее, и тем, кто, возможно, так поступит в ближайшее время. Мы же надеемся держать вас в курсе, рассказывать о том, как проходит борьба на этом весьма любопытном турнире, хотя пока что главные фавориты, а таковых 8 из 10, ну, играют по большей части достаточно сдержанно. Будем надеяться, что они порадуют нас чем-то ярким, завораживающим, искроветным. Ну, а пока, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!